Правда это замечательно? Да, это забавно. Мы там же только тепло. Вот они не увлекаются культурно. Вы знаете, даже сегодня внизу там у них были улыбки, счастливые улыбки. У них были лица. Лица, лица. Лица красные по алкоголю. Зачем вы говорите? Да, насколько я помню, приз курантик этого аттракциона была предусмотрена лет. Ну или как там это называется? Называется «Шар, братик мой, кофе, истории современной». Ой, посмотрите! Вы посмотрите только! Ну какое солнце! Какое огромное небо! Мы идем прямо в солнце, да? Все выше и выше. Все выше и выше. Готово. Ну хуже, хуже. Простите. Значит, «Шар, братик мой, кофе, история и современность». Человечество буквально с колыбели своей стремилось преодолеть силу земного притяжения. Миф о дедале и каре – ярчайшей иллюстрации того, что… С одной стороны, имеет место непреодолимая тяга людей к небесам, к цепиозам, к бесконечным пространствам, вселенным. А с другой стороны, невозможность, понимаете? Невозможность свободного падения в воздушные стихи и крылья, склеенные воском. Ну, потому как чем выше взлетаешь, чем шибче падает, это гласит народная мудрость. Но не ослабевала, не ослабевала жанра освобождения от силы земного притяжения. И неудай, и неудемная фантазия человека порождала летучие корабли, ковырый самолет, либо предметы сугубо бытового пользуют, но обладающие свойством летучести, как повелок и стук. Наро да Винче, предвосхитившего многие последующие открытия, в частности, изобретшего Дельта Плава. Ну, значит, на фигуре великого Леонорда мы не будем фокусировать своего внимания и его роль в развитии. Воздухоплавание вообще известно. Перейдем непосредственно. И, как раз, в весьма оригинальной форме осуществили никакую мечту человечества, придумав этот самый шар или иначе, аэростат. Воздухоплавание 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 ени Я боюсь с высоты. Знаете, я живу на 16 этаже и почти никогда не выхожу на балкон. Я даже боюсь выглядывать из окна, потому что у меня начинает кружиться голова. И мне делает все дурно. Вот как теперь вам. И мой 16 этажный дом. Ой, он раскачивается на ветру, словно тростник. Я никогда не каталась даже на чертовом колесе. Нет, это урок. Один раз было, но это было очень давно. И он буквально заставил меня залезть в эту ужасную железную кабинку. Он затолкал меня туда почти силой. Он, кажется, заведовал этим чертовым колесом. Или обслуживал механизм. Я не помню. И он смеялся. Да, и он говорит, что я страшная. Ну так ее возвращают. А вы были у меня все, были. Давно уже. Были, я помню. Были. Я купил билет. Я заплатил деньги. И, на мой взгляд, достаточно немалые деньги. Я, мне кажется, имею полное право. Я не намерен быть свидетелем всяких там бесконечных истерик. Это не с нас, наконец. Приходите от меня избавиться, да? Я вам мешаю. Я, пожалуйста, пожалуйста. Нет ничего, угрожай. Братья, ты меня вам как мешок с песком. Не надо, баланс. Не мешай. Братья, ты меня, пожалуйста, угрожай. Вот, ты меня вы. Не мешало вам. А что, когда я был комфорт, я был спокойный. Давай, братья. Ну-ка, полы, чертовы, оба полетели со мной. Да, да, ты, в 1976 году я упал с этого чертова колеса, мне трезвый вид, лишь и больнулся головой. Да, и тогда я у нас этот сын. Точно, помню, точно. Какого черта вы вообще-то? Теорг, несколько минут назад вы сами как облаченные кричат, что ничто не способно омрачить вашего великолепного настроения, и что вы счастливы всего несколько минут назад. Как оставить себя за несколько минут? Глаза я видел, но мне нравится эта работа. И я скажу вам почему. Потому что эта работа астанатемии. Это катастрофический конец. А вы же тоже попробовали на это падение, на этот полет. Наверное, у нас это страшно. Только там можно почувствовать свободу. Если что-то не так много, да? Есть. А вы, слушайте, а у вас есть в вашей фирме устройство, которое имитирует телесом? Есть. Слушайте, вы вообще можете опустить нас, опустить нас в лес. Вы вообще умеете управлять, я тебе чар, пара. Это условно. Я получил инструкцию на зубок, оттуда. У меня прекрасная таблетка. А, он страш. Вы сколько, что мы будем болтаться в отдыхе? Подхаринка. Да, да, да. Меня немножечко ухачало. На этот случай у меня есть в наличии прекрасные таблетки, которые контролируют и регулируют работу виски гулялого аппарата. Я не разрую мне ваши проблемки. Останьте чёртовым, наконец, за меня. Фарь, посмотрите, какая существенная ночь в религии. Он теоретно, наверное, мокровая, мокровая. Мы летим прямо к ней, скоро нас строит солнце, мы не вернёмся в окна. Что? Что? Грида, пожалуйста, я хотел бы сказать вам пару слов. Гладко у нас глаз. Конечно, можно отходит про секунду, но я весь внимания не считаю. Нет, ну, покой у нас. Поконно, покой, не хочет. У нас не кажется, что разумного по идее. Или нет, а мы только тихо налетли. Что? Видите, он всё время нервничает, он волнуется. Мне кажется, что он что-то задумывается. Я же, скажите вам, я только говорю, кучи все оплачили, но наверняка будет гроза. Я знаю, я догадываюсь, что он задумывается. Нет, да вы, как летите, вы видите, видите, явно будет гроза. Нет, да вы, как летит, буря, буря, скоро будет гроза. Длинная, длинная береница огромных, страшных, лягающих, крылыхающих, кроматин двигалась. Сквозь ночи мне было страшно. Я тогда прижималась к тебе, помнишь, я прятала голову у тебя на груди, а ты гладила свои теплые ладони, мои волосы. Покаял он меня и говорил мне. Ты помнишь, что ты... Я подумала, что мне приснился сон. Номер на двери был тридцать один. Гостиница называлась Октябрьска. Это было, как-то, другое было. Даже в сторонах была уже свершая рука. Улицы были совершенно пустые. Была зима. Снег падал огромные, мушистые, холодные, мягкие, снежные, хлопья таяли на лице, истекали по щекам. И казалось, что это слезы. Лицо было мокрое. Ой, пиздень. Душа потекла. Я раскрыла огромный черный зон, и шла, 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 шла. И... Если здесь нет соответствий, будет нарушение правил техники безопасности. Вы видите? Видите? Может быть, она уже опускается, а? Да, да. Какая агрессивность. Гроза, буря, рога, шторм, смерть, кайкула. Если в инструкции не сказано о послении характера извести, то что вам окулят? Если в инструкции не сказано, что делать, то вам окулят. Вдруг то, что я сделаю, будет неучен. Знаете, я не хочу лишиться работы. Чайка, 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 чайка! Вы видите? Видите? Давайте же вам пугатку. У-у-у! Нет, посмотрите. Вы видите, солнце клонится в горизонт. А тучи похожи на тренозавра. Вы же радио. Давайте поднимемся еще выше. Вы же солнце. Я не хочу возвращаться. Я требую, чтобы вы не венено приземлились. И как это у вас там называется? А я прошу, я умоляю, я вам выплатить. У меня есть деньги. Я предупреждаю. Если вы немедленно нас слышите, немедленно не опустите нас в мир. Сатоши, вы сатоши. Я предупреждаю. Я предупреждаю. Что ты сказал? Хангел. Я предупреждаю. Держи. Опускайте. Опускайте. Стой. 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 Я предупреждаю. Стой. Я предупреждаю. Не病ь. Не болей. Придевдаю. Нет. Нет. Держи. Нет. Да. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok